Люди вот как будто в нашей стране не ценят этого, не понимают в какое время они живут. В великое время манекены, инстасамки, реально просто лучше меня никого нету вообще. Я знал, что просто я... просто пик... Ну как, ну что это? Кто это? Посмотри, что это? Что за чуч? Сегодня вас ждет альмагамма разных стилей, направлений, жанров и поджанров. Та самая фрустрация, которую пытался передать в своих фильмах Дэнни Вильнёв. Встречайте. А гностики, ищущие истину каждый день. Внебрачные дети Рокфеллера, зачатые в денежном хранилище. Народные артисты, инстасамка и манекен. Я вместе всех вас взятых больше зарабатываю. Это, наверное, показатель. Могу заткнуть рот любому деньгами. А на лице безмятежность, как у коров в Индии. Человек, который родится в нашей семье с Олегом, человек, у которого будет отец Олег и я буду мамой, этот человек сорвет такой джекпот. Неужто у богов нет милосердия? Мы обречены. Замолчи. Что ж, такие вот народные олигархи из народа. Врут, поют, хамят, размножаются и живут за наш счёт. Как арабские шейхи. В туалете. Такие изнародованные из народа с привкусом духовных скреп. На интервью Даша и Боба тоже ходят парой. Ибо не гоже настоящему мужчине отпускать свою даму на столь серьёзные мероприятия одну. Про намордник и поводок даже шутить не буду, не просите, не смешно. Иначе откуда он так хорошо умеет давать лапу? И сегодня у нас артист в гостях. Заслуженный. Даша Затеева. Она же инстасамка вместе со своим мужчиной. Да ты его хоть водоносом назови. Какая разница? Олегом Манекеном. Как дела, Даш? Лучше всё. Олег Манекен в их семье выполняет роль этакого человека тоже. Олег, всё тоже хорошо? Чуть-чуть похоже, чем у Даши. На этом и закончим. Кому вообще это интересно? Да и зачем Даша постоянно таскает за собой это? Искренне не понимаю. Может боится, что лучший друг человека дома всю мебель перегрызёт? Всенародную любовь, вопреки всем законам логики и здравого смысла, артисты получили благодаря перформансам инстасамки. То бедолагу из Яндекс.Доставки обогреет, обует и накормит каким-то хрючевым, то своих личных визажистов избавит от лишней ноши. Короче, помогает как может. Вы обслуживающий персонал. Этакий артхаус для бедных. Короче, будет много всего интересного. Заваривайте чаёк, ставьте лайк и полетели. Заметили, что стоимость свежих моделей айфон превышает 100 тысяч рублей? Но у каждого ли есть сейчас возможность потратить такую большую сумму сразу? Решение есть, дорогие мои друзья. Сервис Pedant Market. Суть сервиса проста. Заходишь по ссылке в описании, выбираешь модель и необходимые характеристики. Айфон по подписке всего от 1500 рублей в месяц на секундочку с гарантией в один год. А сроки доставки 2-3 дня. Больше не нужно переплачивать огромные проценты банку, как в случае, например, с кредитом. Да и рассрочку сейчас, если предоставляют, то только если набирать бесполезные аксессуары. И страховки на десятки тысяч. Иди покажу. Заходим на сайт к ребятам, выбираем нужную модель айфона. В моем случае это айфон 12 64 гигабайта белый, но мне нужен красный. И стоимость такого айфона по подписке всего-навсего 3179 рублей в месяц. И чем же это отличается от рассрочки, спросите вы. Смотрите, простая арифметика. В других магазинах айфон 12 стоит 70 тысяч рублей, плюс еще платите проценты, если берете рассрочку. А в Pedant Market 3200 рублей в месяц за подписку. То есть за год получается всего-навсего 38 тысяч. Никаких банков, переплат, кредитов, займов и прочих танцев с бубнами. А теперь, на мой взгляд, самое вкусное. По окончанию услуги вы можете выкупить смартфон, внеся за него лишь остаточную стоимость. Либо бесплатно обновить модель айфон по подписке. При этом вносить ежемесячные платежи в том же размере, что и в первый срок действия. У Pedant Market более 500 точек по всей России. Сервисы находятся более чем в 120 городах. Так что организация серьезная и ей можно верить. Поэтому заходи на сайт к ребятам из Pedant Market по ссылке в описании. И узнай, сколько стоит желаемый айфон по подписке. Дарья Затеева, она же инстасамка, зачем-то родилась 11 мая 2000 года в Тобольске. И ее верный оруженосец Олег Манекен. Почему ты не инстасамец? Потому что я манекен. Он манекен. Тут манекен, а дома слышат и единоски постер. Я самая высокооплачиваемая рэп-исполнительница в России. Насколько я талантлива. Настолько. Свою первую популярность и народное признание Даша обрела после публикации так называемых скетчей. Это такие короткие видео юмористического характера с привкусом мочи. В инстаграме девушка снимает короткие юмористические видео вайнер. Да не вайнер. А что это? Это приколы. А, я просто дилетант и в сортах кала не силен. Ну ничего, сейчас магистр анальных наук толкнет базу на уровне Кембриджа. Ты не путай вайнер, это вообще другая степь. Это уже вообще... Что? Не то. Запоминайте, а лучше запишите. В канкулятор. Вот это называется прикол. Смотрите, не перепутайте. Доча, доброе утро. Вставай. Тебе в школу встать. Тебе в школу идти. Зая, я не знаю, что с ней делать. Она не встает. Сука! Я с тобой, брат! Я тебе кашин-то втобус. Забудьте про своих Тарантино, Кубриков и Вильневых. Время вернуться к истокам. Индийское ТВ... Болливуд отдыхает. Хотела взять Оскар и приз зрительских симпатий, а взяла Буденовца. Или как там... Короче, Даш, покажи, как правильно. А вообще у них так принято. Бегать от своего прошлого. Изначально-то все начинали с кринжовых вайнов. А теперь, бубубу, ля-ля-ля, я девушка из высшего общества. На лучше сумочку понеси. Настя Ивлеева это не только про вайны. Пора это понять. Ты не путай вайны, это вообще другая степь. Настюха Ивлеева так вообще. Настя Ивлеева это не только про вайны. Точно не только про вайны. Вечером про голую вечеринку, а утром про иконы. Пора это понять. В далеком девятнадцатом году Даша становится певицей ртом и начинает свою музыкаловую карьеру. Первая песня и сразу хит. У людей шок, а у фанатов конвульсии. Американские коллеги по музыкальной индустрии быстро смекнули, в каком направлении надо двигаться по этой же тухе. Вот например 30-летняя ушлая краля Карди Би, которую никто не знает. На скорую руку даже прическу у инстасамки тиснуло. Не, вы просто поймите, где эта американская певичка для бедных и где наша оригинальная Дашка инстасамка. Помимо прически, бдительные граждане уличили Карди Би в краже нескольких хитов инстасамки. Вот полюбуйтесь. Оригинал. Я люблю стать нахуй экс. Я люблю его за всех. И дешевая копия. I like sexes for my exes when they want a second chance. Высокопробное музыкальное произведение, написанное по заветам Баха. На мне плачь, Баленсиага. И бракованное недоразумение. I like those Balenciaga. Ааа, никогда не уравнялась мне никого. Сама все просто делаю и все. Мда, а ведь простой аборт мог уберечь столько человеческих ушей. Насколько я талант. Bitch, 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 мама, я bitch. Bitch, 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 I'm a gross ass bitch, 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 bitch. Вау, и так далее. Ну а чтобы заставить слушателя слушать сие бракованное произведение, поцелованное Бахом с заядлой стабильностью прибегло к так называемым бутафорским чрезвычайным происшествиям. Так, например, в списке перформансов было ограбление квартиры инстасамки, которое она устроила сама себе в лучших традициях подворотен. После этого криворукость взяла вверх над руками из пятой точки и случилась авария, которую снимал какой-то бюджетный Гай Ричи. Ведь кетчуп вылили на внешнюю часть лобового стекла, а не на внутреннюю. К счастью, от такого Голливуда никто из животных не пострадал, разве что манекена пришлось увезти по скорой в палату номер 6. Нас не пускают в больницу. Сейчас приедут его родители, мы все позже расскажем. Это жесть. Это не жесть. Это называется «Были бы мозги, было бы и сотрясение». Вообще, к ним часто заходят умные мысли. Правда, они не всегда им открывают. Ну и мозгами я особо не отличаюсь, извини, у меня образование 10 классов. Далее ребята выпускают совместный музыкальный альбом «Семейный бизнес». Вот одна из попыток натренированной горловой мышцы манекена передать слушателю мысль о бытие. Кстати, в этот раз беззавистливых западных рэперов, которые гребут чужие песни и перепевают их на свой лад, не обошлось. Слушать этот нафталин поклонники «Семейки Адамс» наотрез отказались. И как следствие, российское отделение Голливуда выпускает очередной блокбастер местного разлива с курьером Яндекс.Доставки в главной роли. Я заказала сейчас себе еду. Выглядит аппетитно. Курьер вот в таком вот виде принес. Вообще да, достойное хрючево. Подача, правда, не из самых удачных. Не помазать, не намазать, не закурить, не заварить. Зачем так жить? И сказал, что я нормально принес. Ну нормально же принес. Ты просто повыбирай там. И все, я пошел, у меня другие заказы. Далее, обдав штриха крепкими словесными чапалахами, последовало громогласное наставление для всех курьеров России. Я буду обливать их мочой. Курьеры старались обходить их квартиру стороной, как зикурат темной силы. Они даже стали шептаться между собой, дескать, как не зайдешь к инстасамке, говна на лопать отхватишь и уходишь. Что мне вот тут говорить, эта тварь? В следствии, как итог, криков забанили в сервисах Яндекса, на что Олег Манекен ответил, дескать, они курьеру ничего плохого не говорили, а просто обосрали. И как думаете, кто после этого стал таскать хрючево инстасамке вместо курьеров? Правильно? Да, да. После неудачной попытки хайпануть и поднять со дна музыкаловый альбом, игра «Улыбнитесь, ваше очко снимает скрытая камера» продолжилась. Я самая высокооплачиваемая рэп-исполнительница в России. Вы обслуживающий персонал. Если еще хоть раз, хоть одно уйд позволит себе опоздать на встречу со мной или как-то меня нах**, я буду устраивать опросы в инстаграме, что сделать с этим человеком. Вытряхнуть на него пепельницу или облить мочой. Нам же нужна рабочая сила. Кому-то так, кому-то говно, а кому-то повидло. На этот раз инстасамка решила укрепить славу народной любимицы. Она оскорбилась на визажистов за якобы то, что те плохо ее отштукатурили. Вследствие чего за некачественно оказанную услугу Даша попрощалась со своей кукухой и со своими ручными визажистами, выкинув их вещи за дверь. Я вам говорю, собирайте свои манатки и... После экшона королева кринджа поводила холопом по губам и сожгла гонорар визажистов, дабы человеческие шашлыки наконец-таки уяснили, что... Деньги есть. Деньги есть, Лавэха мутится. Нет, ну типа деньги есть, все нормально, мы как бы не бедствуем. Девочки скинули мне только что карточку и хотят, чтобы я заплатила. Так вот... К чему я это? Я лучше сожгу эти деньги, чем они их потратят на свою никчемную жизнь. Вонючие кредиты. Миллион рублей. Для тебя это много или это мало? Это не деньги вообще. Это не деньги. Мне некомфортно находиться среди крестьян. Блин. Мне мерзко на вас смотреть, мне жалко на вас смотреть. Вы нищие, которые никогда в своей жизни ничего не поменяют. После перфоманса Чумаза и принялись повсеместно отменять инстасамку. Ее отстранили от озвучки мультфильма 100% Волк. Я идеально озвучила персонажа. И лишили совместного музыкалового трека с другой пивчихой Клавой Кокой. Я считаю, что люди, которых ты оскорбила и оскорбляешь каждый день, в тысячу раз достойнее, чем ты. Шонпену в платье такая игра в поддавки понравилась. Порока на фоне глобального межконтинентального срача заявила. Дескать, хейтеры облили ее зеленкой. Вы нормальные, вообще. Зеленка была шерстяная, потому что вот так выглядит лицо, облитое зеленкой. А вот так выглядит лицо, которое просто помазали зеленкой. Только что ко мне подбежал какой-то человек. И возле он все вылил на меня зеленку. Я вся в этой... Как я эти брасмы? Да никак. Это просто какой-то... Контент уровень бог. Бомжи, грабежи, ушлый дворник в переулке и так далее. Кукарико! 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 Шедевральная телепередача, я вам скажу. Зеленый Иркюль Пуаро и Альцгеймер, который путает с какой стороны надо стекло кетчупом мазать, сделали мой вечер. Так далеко они еще точно не заходили. Эти юниты переиграли всех. И даже себя. Да! Помимо творчества, Даша вместе со своим хозяйственным Робином Гудом пытались заниматься и благими делами. Забирали деньги у богатых и раздавали их себе. А именно, Даша пыталась научить крестьян зарабатывать в инсте от 300 тысяч рублей в месяц с первого дня работы. Всего за 990 рублей. Нет, мне не кажется, что это очень сомнительно. Хорошие деньги без лишних заморочек, без создания сайтов, без мудреных знаний о маркетинге. А поэтому, если вы юный буквоед, у которого кисель в голове, а в глазах пустота, добро пожаловать. Шопоголики налетай, не прогадайте. Получается, можно сказать, набариваешься на тупых. Честно, мне п*** кто покупает этот курс. Я написала информацию, все. Вы ее либо покупаете, либо идете п*** и дальше. И все. Дальше. Вот это я понимаю, каверзный маэстро финансовых взаимоотношений. Поставила импорт индюков с IQ20 на поток. Короче, другими словами, помогла нуждающимся, как смогла. Вот теперь общественность, понимаете, кто тварь. Я не буду перечислять, сколько я за кого платила, что я кому дарила, кому я с чем помогала. Я, во-первых, обеспечиваю свою семью, начнем с того. Я в прошлом году ездила, покупала в детский дом к первому сентября очень много. Я создала своей маме интернет-магазин. Стоп! Этот кадр снят. Помимо того, что я ездила в детский дом, я на протяжении года выкладывала очень много случаев, когда ДЦП, блядь. Но мы собрали хорошую сумму денег. Господи, да она даже книгу свою написала. Гайд для контуженных, которым уже терять нечего. Короли жанра, как всегда, с присущей им криворукостью, растянули бред девочке-подростка, страдающей гормональным бунтом, аж на 224 страницы. Мелкие шрифты и огромные поля не дадут соврать. Писали как могли, кожаным пером, судя по всему. Когда я уже просто падала без сил, пошла в туалет и поняла, что у меня начался цистит. Я поняла, хэштег Паша Техник просто трехочковый. Мюнхенская речь, не меньше. Книга пишется почти год, моя конкретно писалась почти год. А вообще больше похоже на буклет с пробниками шампуней, которые вам пытается втюхать в переходе почетный ветеран Ари Флейм. Но дальше преподобная захотела в своем буклете разоблачить каперский крамольник. В результате случился самострел. Я надеюсь, что всех каперов рано или поздно накажут за то, что они делали. И все они закончат так же, как Артем Маслов, который сейчас сидит в Дубае, в тюрьме. Карма работает. Этих людей уже ждет наказание. Свое. Тут ведь главное как? В результате следствия не выйти на Олега Манекена, твоего мужичка-салевичка. С телеграм-каналом, который брал деньги и обещал раскрутить твои деньги на ставку. Есть доля на е... Ну типа я пи***ну только наполовину, потому что на полшишечки. Да, это было так, типа пи***ну на полшишечки. А, ну раз на полшишечки, тогда ладно. Все, Даш, выходи. Вас спалили. Ведь Даша и сама была не прочь помочь своим недалеким подписчикам немного залатать дыру в кармане. Рекомендую этим самым подписчикам проверенных каперов с железобетонными прогнозами на спорт. Беспардонно. Просто вот скинь 100 рублей, получишь 120 косарей. Вырученные деньги ребята решили инвестировать дальше, приобретя Олегу Мерседес. Да, я купился Мерседес. И пока мамонты не смекнули, что их дуют как коров, Олег и Даша зарабатывали примерно... Миллион рублей. В месяц? В месяц. Храни тебя, Аллах, мой скользкий друг. А есть какие-то такие вещи, которые вы бы не стали рекламировать? Все, что связано с мошенничеством, ставки всякие, разводы всякой... Гадалок каких-нибудь. Гадалки всякой. Что ты, господи, избавь и защити. Какие гадалки, так? Разве что потомственные торологи, у которых бербунский треугольник вместо сраки. Меня зовут Катрин Форс. Я являюсь практиком и тренером системы ТТ-хилинг, потомственным торологом, ведущей женских практик, лайф-коучем. И все вот эти вот словечки, связанные с Каллом. Кстати, это Катрин победила в 16-й битве экстрасенсов. В финале она смогла одолеть мать Влада Кадони с Дома-2 и Пахома, который снимался в «Зеленом слонике». Курлы! 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 Так как к тому времени я сама буду уже в Нью-Йорке. Проводить переговоры с высшими силами. За ваш счет. А это удовольствие не из дешевых, сами понимаете. Роуминг, все дела. Ну а дальше все по классике жанра. Воруй, колдуй, перди, тарахте, рязанский загробный мир и так далее. Ну а теперь Лига Чемпионов. Олег Манекен, туз которого находится в бессрочном лизинге у Даши Инстасамки. Там такой оруженосец, да ты шо. Должен был Инстасамку защищать и патроны подавать, но, как всегда, все наломал. Очень много, 90% блогеров на жалость любят давить, типа поплакать, о семье поплакать, обо всем об этом. Папа, если ты это смотришь, знай, ты козел! Мы такое, типа, не приветствуем. Звоню, папе, типа, меня кто-то заберет. Он сказал, чтобы ты домой больше никогда не приходил вообще. Это уже не просто подсечка Андерсона, это целая война с собственным мозгом. И пока Олег выигрывает. Причем тянет на дно их семейку Олег не специально. Он искренне пытается служить изо всех сил, просто всадник без головы иногда дает осечку. Лампочка коротит временами, сейчас же проблемы с полупроводниками. Ну, знаете, и так, наверное. У нас нет равноправилов. У вас неравноправилов в отношениях, то есть ты босс в отношениях. Да? Серьезно, это вот прям так? Да? Как-то неуверенно он кабиной машет. Конечно, он тебе сейчас во всех смертных грехах сознается, ведь напротив сидит хозяйка. Да и что вообще это за интервьюер такой, раз себе такое позволяет? Что за манеры задавать такие личные вопросы? Или дурость какая-то? Олег Еропкин, он же манекен, он же парень инстасамки, он же человек, который прошел через огонь и воду, и медные трубы, и постель инстасамки. Прохор Шаляпин и Гоген Солнцев берегитесь. В игру вступает специалист по чужим деньгам и мохнаткам. Она мне сразу же типа дала знать, вообще-то такое видео стоит там 500 тысяч рублей, со мной в профиль, ко мне навсегда, но с тобой... Я сделаю это бесплатно. Надо будет всего лишь на всего готовить хрючево, убираться дома, обрабатывать санузел, носить мою сумочку, открывать мне дверь, выносить за мной утку три раза в день, не мычать, всегда улыбаться, быть моей пепельницей и далее по списку. Но несмотря на такое надругательство над своим естеством, Олег все это время бегал по различным интервью и доказывал всем, что он не напарник по заглоту, а самостоятельная единица. Так что запомните и уясните, холопы, Олег не подсос. Я сам всего добьюсь. Я очень напористый, я очень молодец. Я получаю 6 лямов месяц. Я уже купил себе Мерседес. Да, я купил себе Мерседес. Классный. Я слишком люблю себя. Интересный. Ты нарцисс? Да. Забавный. Я люблю, когда мне льсят. Я не люблю, когда мне льсят. По крайней мере, тогда льду, сейчас я блюю от этого. Я вижу свое красивое лицо. Олег, достал себя нахваливать, мы уже поняли, что ты классный. Слушай. Родился Олег 20 сентября 2000 года в Москве. С детства Олег не сидел дома, как наседка, а постоянно пытался найти себя. Родители отдали свое чадо на футбольную секцию, и Олег начал играть за такие команды, как Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед и Челси. В компьютерной игре. Да-да, почетная звезда Газмяса. А после матчей над ним в раздевалке Галустян глумился. Да лучше бы уж очередным внебрачным сыном Депардье назвался. И то выглядело бы правдоподобней. Далее внебрачный сын Роналда понял, что ему тесно играть в футбол в рамках замкадышного клуба. Народный гастролер принимает решение перебраться в Америку. И на деньги родителей он осуществляет этот задуманный план им. Или родителями. И на пике своей карьеры я улетел в Америку. Кстати, пики оказались точеными, ведь по прилету в Америку оказалось, что юную звезду футбола не особо так и ждали. Даже в каком-то там подтехасном футбольном клубе. И даже с такими мощными копытами, как у Олега. Я прилетел в Америку, и всем мне говорили, что у тебя нигде не получится. Никогда. Это нереально. Это просто невозможно. И ведь они оказались правы, так как далее Олег пошел на повышение и устроился доставщиком еды. В уберет я еду развозил. Обслуживающий персонал. Всем бы таких фантастических взлетов по карьерной лестнице. Бывает же такое, только прилетел в Америку, и сразу доставщик. На доставке Олегу пришлось очень много работать, чтобы встать на колени. Обаятельный негодяй доставлял Хрючева как проклятый, но допустил одну фатальную ошибку, из-за которой и этот бизнес-план обратился в прах. Вместо того, чтобы доставлять еду, как все нормальные люди на велосипеде, Олег решил хакнуть эту жизнь, разъезжая на металлической колеснице ада. Приезжаю к женщине, и она такая говорит, а где ваш велосипед? И смотрит на мою машину, и такой, ну я на машине. Крайслер, пятикрузер. Все, в следующий день у меня заблокированный аккаунт был. Окунувшись на дно сельского унитаза, Олег осознал свою главную ошибку. Футбол вычислил просчет, который он допустил. И дело, как оказалось, не в машине, на которой он развозил еду. И даже не в ногах, которыми он играл в футбол. И даже не в языке, в его грязном, подлом, пошлом языке, который мешал ему всю дорогу. Проблема оказалась, вы только подумайте, в неправильном диалоге с Богом. Я понял то, что в тот момент в Америке, когда я Богу сказал, слушай ты, это все я. Он мне сказал, хорошо, делай все сам. Вот Олег сам и принялся делать. Первым в этом увлекательном списке дел оказался мужичок, стоящий в пробке. Которому Олег, взомнивший себя Богом, решил начистить кабину. Вот я мужика в пробке пизднул, я ему подщечину дам. Это так и надо. Да я могу, ты же не что, ты пыль, блядь. Нормальный ход. А он мне сказал просто, типа, ты иммигрант. Вот что значит выпустить джигурду из зоопарка. Я стоял со слезами, типа, я вас прошу, возьмите моральную компенсацию, заберите иск из суда. Да, выпустили, так выпустили. Будем посмотреть на это. Я баптист, мне очень близка теория Мартина Лютера Кинга, про то, что любовь спасет этот мир. Ударили в одну щелку, поставили в другую. Что будет завтра, что послезавтра, послезавтра, только решает Бог. Мы не решаем. Мы можем думать, что мы там что-то регулируем, но никак, это не так. От судьбы не убежишь, если человек должен кряхнуть, он кряхнет. Не кряхнет он при этих обстоятельствах, так при друге. И в тот день, когда я все потерял. Что потерял? Контракт с Купом, с Этидасом, с водой Пауэрэйт. Сошел? С больницей Орландо Хэлл. Да сколько же там у тебя этих контрактов? Я потерял автомобиль. Два автомобиля. Два автомобиля у меня конфисковали. Жилье. Может, хватит? Заблокировали счет банки. Никогда бы не подумал, что на доставке можно столько зарабатывать. Деньги, это вообще что-то такое второстепенное. У меня их было столько, что вот с первой зарплаты я мог до конца жизни больше не работать. Ты еще про дом забыл. Я купил родителям дом с первой зарплаты. В который его не пустили. Он сказал, чтобы ты домой больше никогда не приходил вообще. А с Венцем в собственном дому? Не меньше. Как итог? Я все просрал. И я в итоге возвращаюсь сюда боссом. Он заранее уже знал это, что это случится. Значит, если он так двигался и заранее знал, что случится, значит, он знал будущее. А если он знал будущее, значит, книга жизни каждого человека написана. Бог знает наперед, даже 10 лет назад, что я буду тут сидеть и базарить сейчас с вами. Понимаете, в чем суть? Вы представляете, какой это кладезь с самыми всратыми историями? Это же истории, достойные Шекспира. Андерсон со своими сказками отдыхает. Олег, это просто мистер Олимпия. Всех воров он знает, ветеран войны, да и в матросской тишине он тоже отбывал. Я тебе хожу, Салахум! Вот хрест, а мне... После мочекалового коктейля дома Олега Кукурикуева ждал приятный сюрприз в виде негигиеничных условий проживания в одном из антисанитарных шалашей своих друзей. Я вернулся обосранный сюда. Понимаешь, как у меня не по себе было заходить в чужую квартиру еще к людям с не очень высоким достатком, где там тараканы. Мне неприятно просто, это негигиенично. И я мылся у них, да, я мылся. Мне кажется, не в твоей ситуации, знаешь, обращать внимание на таракановичные. Ну, ты сама понимаешь. Но даже в те редкие моменты, когда Олегу удавалось попасть в купленный им же дом, его там встречало полное непонимание, бессовестность и берущие за душу колоссально морально-нравственные страдания. Когда у меня были дни рождения, я просыпался, и меня никто не поздравлял никогда, просто я просыпался, и была пачка денег. Я прихожу на кухню, папа такой, видел, почитал, да, почитал, с днем рождения. И я такой, спасибо. Дети в Зимбабве, наверное, сейчас плачут. Нет, просто, понимаешь, мне подачки эти мне не нужны. Не батя, а гестапо. Сын, ты видел на столе пачку денег? Нет. Пересчитал? Пап, ты о чем? Какая пачка денег? Ну как какая? На каждый день рождения я тебе дарю пачку денег. Хотя, подождите, я же работаю обычным продавцом. Папа работал в электронном рае, вот там на пражском продавцом. Пап, так что ты там насчет денег говорил? Насчет денег? Ну, отец был оху... того, что, типа, он не знал то, что я настолько близко к сердцу воспринял то, что он меня ударил, когда мне 16 было. Старик, он тебе нос сломал. Да, но он думал, что... Со смещением. И потом, после моей жизни в Макдональдсе, я понял, что мне нужно как-то зарабатывать на мою цель. Я понял, что я вижу инстасамку. Я вижу свое красивое лицо. Сомнительно, но окей. А манекен Олег Петрович встречает подарок бога. Дашу инстасамку. И вместо финансовых проблем в жизни Олега появляется проблема, на что же теперь тратить чужие деньги. А также много поп и губ. В том числе и половых. Ночевки в Макдональдсе сменились на жизнь в собственной квартире, оформленной на Дашу. И у расхитителей чужих кошельков появилась, наконец-таки, ширина шага. Теперь-то Олег, наконец-таки, скинул с себя бремя крестьянина. Также он сменил звание лучшего футболиста и доставщика месяца на должность парня-инстасамки. Олег стал упорно работать в данном направлении. И спустя долгое время, спустя множество походов на различные интервью, гении актерского мастерства, стер-таки и без того шершавый язык. И получил заслуженное повышение, став мужем инстасамки. Кто бы мог подумать, но вот она. Олег, не пытайся, все равно не заметят. На федеральном канале инстасамка. И какой-то там этот, как его. И Олег Мунингер. Без него никуда. А ты когда подумал, что, о, это то, что мне надо. Первая секунда. После того, как увидел счет в Сбербанке. Увиделись в дверном проеме мы, ее квартиры. Крыла дверь. Ее квартиры? Да. У нее есть квартира. Да, я понимаю первую секунду, что да. Но сколько можно? Сколько лет уже прошло, а они все опять и опять? Да сколько ж, сука, когда ж это все закончится? Главное не ржать. Главное не ржать. Спокойствие, спокойствие. Женщина из квартиры, это она. Пробешусь в Москве, наконец-то. Второй раз. Первый раз в доме, который сам купил и из которого выгнали родители. И второй раз пропишусь там где-нибудь, в ногах. Открыло дверь и оттуда свет такой. Это даже не Москва была, так что... А что же это тогда было? Понимаешь? Это было Бутово. Правильно. Бутово не Москва. Я бы вообще для этих замкадышей и потомкадышей построил бы отдельный лагерь с колючей проволокой и назвал бы его конс. Да и вообще, какая разница, где и как они познакомились. Главное, что Олег понял, что это действительно та самая шея, на которой он проведет остаток своей жизни. Ну или седло, тут уж кому как удобней. Я знаю, что был какой-то мальчик, которого она за собой вытянула. Это я, ребят. И я выбрался из этого дерьма вот так. Я просто знал, что я делал. Взгляните на это лицо, сядьте на него и запомните. Это лицо знает, что делает. Но людей не проведешь. И несмотря на бесконечные проповеди... Люди, люди подписались на тебя только из-за того, что знали ее. Чем крыть будете, супер. Я сам поднимал свой инстаграм с абсолютной нулины вообще. И как же? Я сам дожил до того момента, когда я смог приехать в офис к инстасамке. А, ну раз так. Ладно. Заслужил. Памятник. А внизу табличку. Этот парень смог дожить до богатой жены. И она со мной начала этим делиться. Я начал делать свои какие-то выводы. И просто, наверное, я не боялся ответственности. Не боялся ответственности жить и пиариться за счет популярной и богатой жены. История в стиле колобок повесился, а русалка села на шпагат. Не меньше. И ведь самое страшное в том, что комнатный дебошир рассказывает все это сам. На интервью. На протяжении уже нескольких лет. На секундочку. Искренне думая, что это круто. Ощущение, будто бы он пытается пройти самурайский путь. Но, как мы с вами знаем, в конце кроме харакири не будет ничего. Кто больше зарабатывает? Вопрос с подвохом. Дашка славила кринч. Вот что бывает, когда не договорились перед шоу по поводу правильных ответов. Пустое место в своем репертуаре продолжает доказывать этому миру, кто тут папа. Ведь навык распоряжаться чужими банковскими картами, это вам не хухры-мухры. Тут эти самые... Мозги нужны. Ну, Даша купила очки за 50 тысяч, по-моему, или за сколько Гуччи? Я купил их Олег, потому что я ему говорила, что я хотела их. И Даша еще худи офайт подарил. Не, я подарил ей одну, только себя таки не стал брать. Муж купил. Решил осеменить Дашин кошелек. Ох уж этот Олег, сидит там под ногтями, бормочет, что-то улыбается. Не жизнь, а сказка. Сейчас, наверное, все женщины мира полопались от зависти. Ведь каждая мечтает, чтобы возлюбленный тратил на тебя миллионы. Твои же. Так как воспитанный мужчина никогда не сделает замечания женщине, плохо несущей шпау. Все деньги у него. Да ладно? Да. Серьезно? Да. А ты знаешь, что такие альфонсы? Да. И ты, наверное, догадываешься, чем они занимаются? Да. Его имя начинается на букву О? Да. Да. Да, блядь, да. Пацан к успеху шел, но об мужской половой орган спотыкнулся. Удивительно, как вообще паства Олега, если она есть, хавает подобное. Я хочу. Все. Олег, дайте денег. Я поехал. Все, сиськи сделаны. Да, бывает такое. Такие вот, знаете ли, простые фуфлыжники из Чертанова, которые сшибают копеечку со своих жен миллиардерш. Дают им деньги на новую грудь. Ощущение, будто бы я всю жизнь стоял и наконец-то сел. Сейчас так модно. Современная семья. Она помогает ему познать жизнь во всем ее разнообразии. А он... А ему бы помыться для начала. Вы посмотрите. Да ему напоминать дышать надо, чтобы он не задохнулся. Ты че, не даешь на карманные вообще даже? Не, в смысле, дает, дает. Еще бы. Я прихожу, прошу, мне дает. Тут уже всем смешно. Кроме того, кто дает. Каламбур на колесах в прямом смысле. Ей богу. Там у Басты походу в голове за секунду подорвались все семейные ценности в перемешку с духовными скрепами. Он уже готов на пожизненное. Лишь бы не слышать этого юношу. Даш, короче, вот эту неделю я тебе могу дать вот только столько, потому что такая-то, такая-то хуйня. Уроки финансовой безграмотности. Девка разбогатела, отдала все свое состояние в руки начинающему инвестору, а теперь клянчит у него по чуть-чуть. Она тебе не говорит, ты должен суетиться, Олег. Ты должен радовать мамочку, нет? Нет, она говорит, ничего себе, бля. Ладно, этого достаточно. Да даже много, Олег. Ты и так дал самое главное. Ты дал ей себя и возможность жить за ее счет. Да, у нас офис в Москве, типа, большой очень. Ну, в ЦАО он реально дох**а стоит. И, типа, за все это плачу, типа, я. Вот этими вот руками плачу. Каждый день сквозь терни прогрызаю путь к пин-коду от карточки. И, типа, все это должен контролить я. А вы че смеетесь? Вы сами-то пробовали контролить? Это вам не это. Это ого-го. Сидишь, молчишь каждый день, смотришь. Из-за этого, ну, ответственность на мне, типа, пиздец какая лежит. Да я вообще считаю, что вам пора выносить в парламент предложение по перераспределению семейных обязанностей. Не мези до семейных взаимоотношений в очках. Нео, принявший не ту таблетку. Как ты вообще дожил до своих лет с такими перегрузками, не понимаю. Как-то... Чего? Все само пиздец получается, я не знаю. Прагматичный паренек. Превосходно просто так держать. Превратил чужие сбережения в молекулы и с невозмутимым лицом искренне не понимает, почему все так прекрасно, превосходно и легко получается. Какое бы время ни было, какой бы стране я ни находился, я уверен в своем завтрашнем дне. Я могу обеспечить свою семью. Да если б не ты, Дашина семья уже давно бы на помойке ночевала, носила бы мох вместо одежды и дралась бы с местными кошками за пропитание. Хвала создателю, что он сниз послал им тебя. Потому что я знаю, что я пишу эту музыку и никто за меня это не делает. Да, музыка Олега это вообще отдельный вид творчества. Там такое творчество, да ты шо, мозг сводит. Делаем биты, я пишу текст, я подхожу к микрофону, записываю и потом уже записываю Дашу. Первый трек, который у нас был на первом месте, это был вообще мой трек. Я вообще сидел тогда, думал, ну да, я делаю все правильно. Пишет музыку как не в себя. Нет-нет, да и Даша какой-то очередной хит напишет. Если надо будет, напишет песню всем. Родителям, бабушке, дедушке, зятю, тесте, Шурину и далее по родословной. Для Даши пишу вместе с Дашей музыку для нее. Я не кичусь об этом на каждом шагу. Посмотрите, какую я музыку делаю. Вы видите цифры? 4 миллиона 300 прослушиваний. Я не говорю это, потому что мне похуй. И на ее альбоме сейчас 4 миллиона 300 тысяч прослушиваний. Я не кичусь на этом. Только на альбоме 4 миллиона. 20 дней прошло с альбома, у нее 4 миллиона 300 тысяч. Я не говорю это, потому что мне похуй. Правда вот великий поэт современности себе почему-то до сих пор ничего не может годного записать. У инстасамки, например, 4 с половиной миллионов прослушиваний в месяц. А у Олежки, императора музыки, 350 тысяч. И бонусом открытый перелом ушей. Единственные треки, которые набирают, это разве что фиты с инстасамкой. Это так, для справочки. Чтобы вы понимали, кто тут папа, а кто с заготовкой для человека. Мои треки крутят по радио по всему миру. В Испании, везде, в Америке. Вау, а че я не слышала? Потому что песни Олега обычно крутят в психиатрических клиниках по громкоговорителю. Когда адептам Гиппократа в белых халатах становится скучно. Если где-то люди думают, что нет где-то смысла, то... Но, е**й, везде великий просто смысл. Что удача в треках, что у меня. Смысла у него и правда, хоть отбавляй. Осталось ему только громкость на минус прикрутить, и будет еще больше смысла. Если ты хочешь иметь больше ки-ки-уа, ки-ки-ки-ки. В этом треке передает свой гангстерский респект всем игрокам в бильярд. И желает им скорейшего освобождения. Фарту побольше, да и вообще, чтобы все у них было. А им за это ничего не было. Ну а если серьезно, выглядит как будто Даша уговаривает Олега сходить по-большому. Российская реинкарнация доктора Дре. Не меньше. Олег доктор Дрель. Ну че, звучит же? Включай его треки почаще и погромче. И ваши соседи вас не забудут. Это, если что, была дешевая копия. А вот это непревзойденный оригинал. Да на его фоне даже Чипинкос со своей песней «Биги Бэнк» звучит куда убедительней. Но это был бы не Олег, если бы его гениальное и оригинальное творчество не воровали бы коллеги с Запада. Смотрите, не перепутайте. Чувствуете? Это метастазы в мозг пошли. А я вам говорил, давайте лучше с Кибиди Туалет посмотрим, а вы мне «нет, нет, давай песни Олега слушать». Два главных хикмейкера этого года. А вы треки пишете вместе? Ну он пишет, я так сижу. Ну рядом, да. Впрочем, ожидать другого и не стоило, ведь Олег это человек, обладающий, на секундочку, одним из самых больших словарных запасов в мире. Там я что-то накидываю, Даша такая, типа, так, ну, кайф, так, ну, не кайф. Большой словарный запас. Кайф, слушай, это не кайф, а это полукайф. А через минуту он вообще забыл, как его зовут. Что тут можно сказать? Человеческая раса не безнадежна, пока у руля Олег манекен. Ну у нас язык такой, конечно, красный, красочный. Там столько всего, что даже не передать вот так одним словом. Да, и двумя не сильно получится. По традиции я прошу от наших участников какое-нибудь слово, вариант слова поехали, начали. Какое-нибудь от вас слово, замена слова. Давай уже. А, давай уже. Так, и от вас что-нибудь. Ну да, я не хочу реально учить эти слова. Я их не знаю. Отказавшись от развития, Олег понял, что так спокойнее живется. Ошибается, значит, ты ничего не делаешь. Кто не ошибается, тот ничего не делает. Вызывать эмоцию, возможно. Вызывать эмоцию, возможно. Мы и не хотели, чтобы кто-то смотрел на нашу пору. Гадалок каких-нибудь. Гадалки всякие. Вы же понимаете все, прекрасно. Вы же сами все понимаете. Знаешь, как мне тяжело? Погуглите, погуглите. Да, давайте по 8. По 8 реально. Он и песни Инстасамки так же примерно пишет. Знаете как? Никак. А чем ты вдохновляешься, чтобы работать визуальным языком? Любая какая-то вещь прикольная может меня вдохновить, даже словами. Сегодня я кроссовки надевал, говорю, я одел свои кроссовки, что-то, что-то на тусовку, давай запиши, можно потом что-то из этого сделать. Ну, во-первых, не одел, а надел. А во-вторых, не надел, а обул. А в-третьих, вот лови продолжение. Бесплатно, без смс-регистрации. От сердца отрываю. Если б море было водкой, я бы стал подводной лодкой. Йоу. Помимо частушек, карманный Майкл Джексон помогает Инстасамке снимать еще и клипы. Ну, как снимать? Так. Покадрово переснимать клип заслуженной артистки СССР и звезды телеканала Царьград Никки Минаж. Кстати говоря, в этом самом клипе была реклама прогрессивной и сверхтехнологичной криптобиржи Квант Фьюри. Акции этой компании сначала просели, побарахтались немножечко. А потом и вовсе пошли на то самое стоячее интимное место, что лишний раз подтверждают отзывы вкладчиков, которые изначально, судя по всему, не собирались забирать свою прибыль. Дэвид Копперфильд опять обвел всех вокруг пальца. Сначала снял красивый клип, вставил туда рекламу с Кама, а потом и в дымоход Мамонтом. Но для людей он по-прежнему Робин Гуд. Вы только посмотрите в эти честные глаза звезды афиш. А есть какие-то такие вещи, которые вы бы не стали рекламировать? Все, что связано с мошенничеством, ставки, всякие разводы. Представили лица людей, потерявших деньги в ранее упомянутой бирже Квант Фьюри. Ну, не повезло, в этот раз повезет в другой. А вообще тут как карта ляжет и судьба покажет. Не, на ставки с лицензией. Ну да, то есть если это какая-то букмекерская контора с лицензией официально, то окей. В принципе так и было, пока в клипе Инстасамки на песню «За деньги Дани» появилась реклама незаконного на территории Российской Федерации букмекера. Все, что ты можешь сделать, это... У тебя есть какая-то конкретная цель? Да, Грэмми для себя, для Даши. Но, несмотря на свое ки-ки-ки и... Олег с высоты своего опыта, таланта и бог ведь знает еще чего, нередко критикуют своих коллег по музыкаловому цеху и различные музыкаловые премии. Просто не хочу русские все эти премии брать, мне кажется, смысла в этом никакого нет. Одна мысль, кто будет со мной в номинации, мне не хочется этого делать. С такими людьми быть в номинации. В список неугодных попали такие бездари, как Баста, Моргенштерн, Джонни, Артур Пирожков и Ежи с ними. Типа, если я выиграю у них, для меня это не будет какой-то заслугой. Правильно. Лучше дальше. Клипы и песни таскать у Никки Минаш. Рязанский Тейлвис Пресли. Я очень хочу сильно людей не то что научить, показать им то, что... Можно сделать чуть-чуть постелевее, чем делают наши ребята. А если ты человек из нашей сферы, то это долб. Я с ними не дружу просто. Ну просто колхоз. Я не люблю общаться с колхозом. Помимо настоящих звезд, Олег не против обосрать и простых людей, не имеющих никакого отношения к музыкальной индустрии. На одном из музыкальных шоу юный Паганини решил блеснуть харизмой. Ты можешь про макапеллу сейчас что-то сделать? Ну да. О нет. Нет. О нет. Как-то очень быстро накрыло. Услышать накрыло. Олимпийский, я вас не слышу. Ща, погодите. Олег и его друг Офрен покажут, как надо. Продемонстрируют, как надо петь акапеллу. Берегите уши. За дело берется ультразвук. Я до школы сигареты. Я кидаю эту сумму. Она хочет 10 сумок. Приумножим эти суммы. Ее папа не сгуст думай. Ты нас вряд ли остановишь. А, забыли еще Ки-Ки-Ки и... Фабрика музыкального фастфуда с лицом Цезаря, не выпустившая ни одного хита за всю свою жизнь, глумится над крестьянами, поющими первый раз в жизни. Да что вообще может быть прекраснее этого в этой жизни? Так пахнет Диор, я искал тебя вечность, вот идиот. Человек, игравший 13 лет в футбол, обсерился и остаток дней своих, запланировавший просидеть у своей жены на шее, вдруг решил, что он из высшего общества. И теперь обычные вещи для него стали неприемлемы. Как-то раз на совместном стриме с Амираном Сардаровым, второму пришел донат. Амиран, передай привет Маше Котке. Реакция убила. Вот я сейчас оху... Если ты передашь привет реально за донат. В смысле, это плохо или что? Вот, 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 представляешь, вот Амиран Сардаров... Маше привет, передаю. Кринж внутривенно. Вчерашний король решил научить Сардарова красиво жить и не обращать внимания на подачки нищебродов, но Сардаров оказался необучаемым. Хотя было бы странно прислушиваться вот к такому вот гуру-учителю, который выстилал себе дорогу в жизнь в прямом смысле своим собственным коммуникабельным язычком. Да, блядь, да! Дашь тоже хороша. Устроил доширочнику бесплатную доильню, а нам теперь все это слушать, терпеть и расхлебывать. Хм, его же воспитывать надо, чтоб стал уже достойным членом общества. Вы когда-нибудь видели избалованных детей-мажоров? Вот он, попал в тело этого замечательного юноши. Дашь тоже додумалась, вывела в люди это... Про наморник и поводок, да думаю, сами догадаетесь. А у вас вот так можно делать? Это люди делают? Это как? Слушай, ну делай, если ты разобьешь, у нас есть видео. Нет, я про то, что вот здесь заляпанное все. К сожалению, да, но... Принято так. Нет. Тут даже свечи за упокой не помогут. Поможет только крепкий дрын, Егор Полешки. Так, покажите мне, что у вас тут есть. Ой, мне больно сердце, когда ты стучишь кольцом по нему. Мне иной раз даже жалко инстасамку. Судя по ее лицу, она и сама не рада выходкам этого вельможи. Тут два варианта. Или она мазохист, или родные в плену. Других вариантов не вижу, ибо любая другая уже давно бы взгрела такого вот веселого Олежку метлой. Я не знаю просто, где у меня вещи лежат. Типа, я всегда ухожу, только Дашу. Носки. И она мне просто приносит. В зубах. Ага, я же говорю, точно семью в заложниках держит. А по ночам пытает своими песнями. Кстати, Олег сосет кровь не только у Даши. Периодически под отсос попадают и простые слушатели. На одном из таких концертов инстасамки, во-первых, с какого-то рожна приперся и взял в руки микрофон, а во-вторых, возомнил себя Наполеоном. И начал орать, как потерпевший во время крушения Титаника. Даша была попыталась утихомирить разъяренного Джигурду, но что-то пошло не так. Олег, хватит меня позорить. Да блин, Даш, я это самое... Да блин, когда это... Да чего они меня не слушаются? Олег, хватит вести себя, как породистый Петя. Ну зачем ты, блин, тогда жду я же это... Блин, хочу тоже быть главным. Ты обосрался? Да! 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 Бедные люди сходили, называется, на инстасанку. Песенки послушать, а вместо песен были вынуждены смотреть на капризы полубека. Благо он кидаться не начал. Был бы там я, сразу бы от испуга выкакал огромного мотыля. А там и до производственной травмы недалеко. Ведь слушать орущего Олега это не так легко, как кажется. Сейчас у звезды и грозы чужих концертов наблюдается пик популярности. Огромные концертные залы, которые ему не рады, и много подписчиков в инсте. А именно почти 2 миллиона. А учитывая, что под постами в среднем по 40 комментариев складывается ощущение, что это не подписчики, а 2 миллиона 5-рублевых налепков с сайтов по накрутке. Блин, а как это вот быть самым популярным? Я вообще даже не представляю, самым популярным среди кого-то. Ты и не представишь, мне кажется. Это просто невозможно. И кто еще после этого скажет, что народную любовь и популярность не купить? Что съели? Вот он и ведет себя подобающим образом, как положено, царю. Лже Дмитрий был, теперь пора и лже Олегу поуправлять немножечко. Все от тебя что-то хотят. Типа, никто не хочет от тебя именно диалога. Из двух слов напомню. У всех есть конкретная цель, им что-то от тебя нужно. Тем временем еще один великан возомнил себя фигурой исторической величины и решил закосплеить суперзвезду, которой фанаты не дают даже на унитазе спокойно посидеть попердеть. Где Олег? Позовите Олега. Олега позовите. Сходите, пожалуйста, за Олегом. А сейчас с охраной всегда ходишь? Каждый день. Ничего, как по ощущениям? Очень было первое время непривычно, потому что, ну, блядь, ты понимаешь, никогда в жизни у тебя такого не было, типа, и вообще... Бедный охранник, материдно. Вы представляете, насколько у него скучная работа? Целый день ходить за Олегом и охранять его от никого. Хотя, разве что от самого себя, ведь вымышленные фанаты еще никого до добра не доводили. Все, мы просто привыкли, сработались. И Юрий просто лучший. Я даже не вижу, что он рядом. Естественно, он же помимо тебя должен охранять еще и инстасамку. От тебя. А тебя от чего охранять? От шлагбаума на подземной парковке? Да к тебе максимум, если и подойдет кто-то, то лишь для того, чтобы показать пальцем и сказать, о, это же этот, как его, ну этот. Ну, вечно ходит с инстасамкой. Он еще это, пердит прикольно. Но и это еще не все. Да-да, сейчас многие скажут, старик. Мы уже додиками стали за первые 40 минут. Что у тебя там еще припасено? Спокойно, дорогие друзья, спокойно. Специально для вас. Статнейший. Ладнейший. Хорошо скроенный, симпатичный, обаятельнейший сын, костелянша и тракториста даст три мудрых совета. Чтоб жизнь медом не казалась. Есть у тебя три совета для российских звезд, как правильно использовать свою звездную силу? Уже страшно, но допустим. Просто. И? Просто, не знаю, мне кажется. Олег? Слушать свое сердце, это вот единственный совет, который приведет к просто величайшим высотам. Я, честно говоря, думал, будет хуже. Когда ты вообще слушаешь именно свое сердце, свою чуйку, свою задницу. Ну и про чужую не забывай, задницу. Ты не дрочишься совсем, типа ты просто чувствуешь свое сердце, и типа оно ведет тебя. Не, ну молодец, классно завернул. Так что по итогу? Ну вы типа это, ну типа нормально делай, нормально будет, типа слушайте, типа сердце свое, типа, ну и задницу, типа, тоже слушайте. Ну и типа жареный каштан, типа, не забывайте увлажнять, типа. Вот вам чистый пример, посмотрите, как выгляжу я, что делаю я. И вот этот человек, который говорит то, что я хуйка. Мои треки крутят по радио по всему миру. В Испании, везде, в Америке. Вау, а че я не слышала? У тебя какие-то проблемы? Комплекс неполноценности. Не, мне кажется, проблема у вас. Что же касается непосредственно самоинства самки, тут вообще финальный нокаут. Почувствовав себя алхимиком в третьем поколении, она как-то раз опубликовала на своем канале рекламу тех самых приколов, с которых до сих пор пытается слезть Паша Техник. Чем она думала, публикуя подобную рекламу, и представить страшно. Хотя, если она исходила из соображений угодить Паше Технику, то все норм. Капитальная Встревалова помогла избежать смотрящая за интернетом Мизулина-младшая, которой на поклон пришла инстасамка, опять вместе со своим этим самым... Ну, вы поняли. Несмотря на компромейшн и на все скрины с рекламой того самого магазина, которые полетели в студию, ничего в жизни инстасамки не поменялось. Концерты по России, афиши, рекламные баннеры с ее лицом и прочие произведения искусства с ликом преподобной, хотя она на секундочку даже не извинилась за свою оплошность. Так, исполнительница инстасамка в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже, что можно расценивать как сбыт веществ. То есть Россия – это страна возможностей? Да, однозначно. Если ты не придурок, если у тебя есть голова на плечах. Ивлееву за такое уже давно бы разобрали на молекулы, а то, что осталось, закатали бы в бетон. Для дальнейшей экзекуции. Окей, давай дальше. Ну а если вы досмотрели видео до этого момента, я хотел бы поблагодарить вас за стальные нервы. Спасибо вам, друзья, что вы меня смотрите. Также хочу попросить вас подписываться на мой YouTube канал, на мой Telegram канал, там выходят анонсы новых видео, и также туда я загружу материалы по этому ролику, которые, к сожалению, на YouTube публиковать нельзя. Ну и, конечно, те, кто захотят поддержать мое творчество, обязательно подписывайтесь на мой Бусти. Скоро там будет очень много эксклюзивного и интересного контента. И, кстати говоря, уже вышел ролик про мажоров с Патриков. Поэтому подписывайтесь, все ссылочки будут в описании и в закрепленном комментарии. Гарантия от меня. Если вдруг раскрутка не проходит, возвращаем вам свои слова. Что же касается Олега, со временем он осознал, что различные походы на интервью сыграли с ним злую шутку. А потом и вовсе мыслитель начал подозревать, что его звали на интервью ради того, чтобы потянуть с него прикол. Первая под каток справедливости попала Хоффман с канала Пушка. Это у нее на интервью зрители впервые увидели эпическую сцену со слезами задушевного сказочника. Я просто... Можем степануться пока, если хочешь. Все нормально, все хорошо. Напротив меня сел Хоффман. Я этому человеку слову даже правды не скажу, у меня мерзко на нее смотреть было. Потому что она неприятная, от нее воняет. Серьезно? Красовок прям пасет. На первом своем интервью на Пушке я таким людям не собираюсь рассказывать и открываться как-то. Она сидит просто как животное какое-то на меня смотрит с презрением, с таким просто. Имя Блевотина она вызывает. Упорство – это его второе имя. Бедный. Так страдал на этом интервью. Так страдал. Три с половиной часа там сидел. Душу изливал, плакал, нюхал чужие вонючие кроссовки. Терпел. Но все равно сидел. Не хочу, чтобы эти люди вообще кусочек моей славы вообще как-то могли откусить. Далее граф Монте-Кристо уже на интервью каналу «Вписка» продолжил плакаться на вонючие кроссовки «Хоффман». Мне было обидно за то, что зовут не персонажа, а ситуация. Ты ведь и не был к тому времени персонажем. Да, вот в этом все. А потом в лучших гнитьских традициях уже на другом интервью начал поливать, по-моему, ребят с канала «Вписка», в котором буквально только что плакался и рассказывал про вонючие кроссовки «Хоффман». Им было в целом насрать, кто я такой, что я делаю, какой человек». Судя по всему, биполярный. А вообще тяжело угодить такому не хочу. У этой кроссовки воняют, те вообще не моются. Но все равно впоследствии народный гастродер таки нашел нормальное место, где можно дать нормальное интервью. Потом я пришел на спортсру и уже с нормальным интервьюером мы обсудили все вопросы, я ему сказал, как все было и все. Вот только Олег был немногословен, многие темы для обсуждения игнорировал, постоянно капризничал, шутил, как пятиклассник, грыз микрофон, плакал, смеялся и бросался на оператора. Короче, так себе интервью вышло. Мы заранее договорились с Олегом, что после интервью вместе едем в Манеж, где оценим его футбольные скиллы. Также мы планировали договорить про скандалы инстасамки и его пранки в инстаграмме. Но Олег просто ушел, оставив нас наедине со своим. Со своей тенью. Уж она-то точно не сможет обосраться. Как по мне, единственное нормальное интервью взял у Олега автор канала «Принц Петербургский», который раньше снимал разоблачения, а сейчас подрабатывает в роли Мориарти на канале, о котором вы, скорее всего, и так все знаете. Пруф и выложу в свой телеграм-канал, как только мне дадут на это добро, ибо ребята там серьезные. Так вот, интервью. Значит, смотри, еще раз ты тронешь, я тебя сейчас выключу, понял? Стой, иди сюда. Я пока с тобой говорю. Ты заткнись. Ты завали вообще. С тобой говорю. Значит, смотри. Ситуация такая. Значит, короче говоря, ты должен бабок, чувак, и ты сейчас будешь их возвращать. Ты должен мне бабок. Ты должен еще десяти людям. Отойди. Инстасамка, наслушавшись своего четвероногого героя, также подхватила эту болезнь и принялась полоскать, на чем свет стоит других контент-мейкеров. Дескать, это не творчество, а... Кучка долб***ь, которые дергаются под звуки из мультиков. Это просто кучка говноедов. Мои труды обесцениваются благодаря вам, дорогие клоуны из тикток-хауса. Самокритично, однако. Так размотать саму себя еще постараться надо, ибо... Творчество. Не добавить, не убавить. А так, на всякий случай, если что, это была неудачная попытка натянуть на комедию серьезные последствия. Ой, а какие дебаты у нее были с еще одной творческой личностью, Викторией Бонней, там вообще... Насаживала бедную Вику на корягу справедливости, Аки Папа Карло. Понимаешь, не все люди думают, точнее, не все люди знают, что это обычная пи*** дома 2. Кто-то думает, что ты... Ну, просто, ну, типа, если у тебя 6,5 миллионов подписчиков, типа, думают люди то, что твое мнение действительно что-то значит. Смотрим на потолок, дышим ровно и вытаскиваем язык. Вот это характер. Вот это я понимаю. Достойный тигр, не то, что Олежка. За спиной наговорит стрекороба с трясущими руками, а потом год по подъездам прячется с Дашиным охранником. Далее, святейшей души человек Даша, главный борец с несправедливостью, начала предъявлять Бонни за то, что та проводит фуфлыжные гивы, в которых очень много мошенников бывает. Ну, бывает там, что-то там промелькает. Еще приходи-ка мне на класс, я тебе покажу что-то... А давайте мне про гив скажешь. 40 лет, смотри. Ты видишь, какая линия? А у тебя нет, я даже в 20. Приходите, я научу. О, господи, ты меня сейчас... Это старая женщина будет сейчас говорить про... Это старая женщина, да? Я вот учу операции и будет говорить, что я в 20 не так выгляжу. Да, Шаш! Расскажи мне про гив, пожалуйста. У меня ни одной операции нет. Не ты, блядь, не ты, блядь. Но мне не так выгляжу, если ты так думаешь. Эфир во время того, как у тебя проходит гив. О чем мы можем говорить? Что за... Сказать, давай сделаем эфир, когда гив пройдет. Да, господи, я про гив ни разу не сказала, а ты про него башня сказала. Ну, потому что ты на... Потому что ты на... Потому что ты на... Почему это обман? Почему это обман? Ну, потому что хотя бы, если учесть то, что в подписках у вас у всех находятся и капель, и вставочники, и так далее, которым просто нужна аудитория, и вы эту машину никому не подарите. Давай с тобой сделаем так. Просто для того, чтобы вот народ, все 46 тысяч человек, которые смотрят, чтобы они поучаствовали, мы пойдем с тобой и подарим эту человеку машину, и ты запишешь видео. И потом через месяц или через два позвоним человеку и спросим, у него ли эта тачка. Только тогда при таких условиях я поверю и скажу свою аудиторию. Я с удовольствием пересмотрел эти оскароносные моменты. Не женщины, а приглашение на эротический праздник какой-то. Кстати, история закончилась тем, что ни машины, ни Бонни, ни инстасамки больше никто не видел. А у подписчиков, к сожалению, не хватило оперативной памяти запомнить все это. Поэтому они и забыли, что их в очередной раз вздоили. Помимо розыгрышей подписчиков, доставщиков еды, личных визажистов, как-то раз Даша решила снять нетленочку вместе с таксистом, который ее вез. Ну как вез? Пытался везти. Спецэффекты Кристофера Нолана и Тарантиновские диалоги присутствуют. Я снимаю. Выпустите меня из машины прямо сейчас. Девушка, мне все равно. У вас изменился способ оплаты. Оплатите поездку. Вот я оплачу либо тогда, когда мы доедем, либо выпустите меня прямо сейчас из машины. Ломайся. Вы удерживаете меня в машине. Вы понимаете то, что у меня в инстаграме 4 миллиона. Я сейчас это выложу. Сколько? Маловато что-то будет. Девушка, успокойтесь. Оплатите поездку. Мужчина, вы больной. Вы не открываете мне двери. Выпустите меня. Я сейчас разобью вам стекло. Я серьезно говорю. Я разъебу стекло в вашей машине. Девушка, успокойтесь. Я сейчас разобью стекло. Успокойтесь, пожалуйста. Я сейчас... Зачем она с собой монтировку возит, спросите вы, не знаю. У богатых свои причуды, как говорится. Думаю, изначально она предназначалась для того, чтобы бодрить седло Олега. Помимо всех вышеперечисленных персонажей, время от времени перепадает и бывшим одноклассникам Даши, которые теперь коряжатся в Макдаке. А Дашка миллионерша. А вы в Макдаке работаете, а Дашка уже долларовая миллионерша. А у вас что изменилось, а? Что изменилось? Ничего, броды. Макдональдс сменили на вкусную точку. Иногда я действительно задумываюсь о том, как сейчас живут мои одноклассники. Одну там девочку я в Макдональдсе видела. И сейчас она просто такая... В том самом, в котором жил Олег Манекен. Я жил потом... Две недели в Макдональдсе на Юго-Западной, потому что он 2-4 часа работает. И не только жил. Этот негодяй там еще и испражнялся. И даже за ЖКХ не платил. Сру. Сплю в Макдональдсе, ну о чем ты говоришь? Что мне еще делать? Что ж, спасибо за уделенное время, дамы и господа. Обязательно подписываемся на мой канал, делимся этим видео. Кнопочка поделится внизу, если что. Пишем свое мнение в комментариях по поводу полметра ярости и ее полировочные машинки. И до скорого, мои любимые зрители. А я пошел продавать сковородки и навоз. И да, кстати, не забываем про нашего сегодняшнего спонсора. Спонсора хорошего настроения. Педант Маркет.